Небольшая предыстория, здравствуйте друзья, привет с этими роликами, которые я вам сейчас вашему вниманию выкладываю. Я действительно нахожусь сейчас на отдыхе в Таиланде и раз эти ребята мне дозваниваются, начинают очередной раз бредить, ну и я в свою очередь решил им сам позвонить и немножко не покипать мозги. Я знал и понимал и был уверен, что получится то, что получилось, то есть полностью на ваш суд выкладываем очередное доказательство их безмозглости, ну и попытка достучаться до сердец коллекторских этих, посмотрите, да, те кто думает, что это возможно сделать достучаться до сердец умов, вы глубоко заблуждаете с вашими вниманиями, очередное доказательство этого факта. Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте, здрасьте, здрасьте. МБА Финансов, социалистург Алексеев Иванов, ведете запись разговора. Скажите, этот номер ваш личный, да? А почему вы спрашиваете? Через все заявочки. Звонят в Таиланде человеку и сразу, а это ваш номер личный? Пожалуйста, позвоните нормально общаться или нет? Конечно, могу, но вы начинаете общение нормально, корректно. Хорошо, тогда вы начинаете нормально и корректно общаться, тогда перезванивайте, все доброе. Давай, не кашляй. Кто, что, да, вот это вот, посмотрите, телефон ваш, не ваш, в лоб, прям, да, чтобы человек, типа, не успел опомниться. Я думаю, ладно, хорошо, сейчас я вас наберу, попытаемся выяснить, кто где и почем. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ПОСТУПАЛ. Да, сейчас мне не помню, две симки, там одна в Таиланде, одна вот русская. На какой-то вы там звонили. Ну, продиктуйте номер телефона, вы вам сейчас позвонили первые три шестерки, я не могу вас найти в Азии данных. Попробуйте, попытайтесь, вы только что на него звонили. Я могу представиться вам. Представьтесь. Меня зовут Кузнецов Дмитрий Евгений. Здравствуйте. Одну минуту, пожалуйста. Дмитрий Евгеньевич, дать рождения, скажите, пожалуйста. Дмитрий Евгеньевич, дать рождения, скажите, пожалуйста. Так, банк открытия, да? У вас имеется задолженность в банке? Нет, не имеется. 609 тысяч? Ну как, не имеется, если имеется у вас задолженность в банке? Вот так, вот так, не имеется. Вы мне уже мозги все просверлили, звоните и почему-то решили, что она у меня имеется. Я даже пошел в банк, думал, хрен его знает. Может быть, кто-нибудь балуется. И прихожу, говорю, ну что, есть какой-то долг? А мне говорят, нет, Дмитрий Евгеньевич, вот вам бумага, документы. Говорю, дайте скорее мне бумагу, документ. Я должен отправить на e-mail, отправить. Я вот это все сделал, отправил. Потом вам еще письмом на ваш почтовый адрес отправил. Никаких долгов в банке открытия вообще нигде у меня нет. Я очень успешный человек. Я живу, знаете, где я живу? Я живу в стране под названием Таиланд. Сейчас вам оттуда звоню. Алло. Дмитрий Евгеньевич, мне все равно, где вы живете. В Таиланде. Это в контексте. Просто понимаете, что я не мог. Есть филиалы банка открытия в Таиланде? А до того, что банка имеется, она актуальна. Как вы объясните то, что вчера нам пришли корректировки от банка? Вдох у вас актуальный, он имеется у вас. Выставайте нам правку от открытия лицевого счета. Что у вас нет, что у вас нет задолженности. Я вас отправил на электронную почту. Выставайте, ничего вы нам не отправляли. Нет никаких документов. Не нужно меня вводить в заблуждение. Нету, нету. В Таиланде нет такого банка. Я не мог здесь брать кредит. Я специально ездил в гости к дочери в Санкт-Петербург. И зашел туда. Говорю, что за е-мое. Звоните мне. Это не мы звоним. Это вам звонят какие-то... Так и сказали. Слушайте, я зашел к управляющим. Вам звонят какие-то умалюшенные коллекторы, которые где-то взяли информацию и не проверили ее. Понимаете? Я вам сейчас слова цитирую. Цитирую этого самого. Начальника там... Дмитрий Евгеньевич, хорошо. Почему вы когда в банк не обращались, не передавали трубку специалисту? Вы меня сейчас слышите? Если вы так говорите. Вы меня сейчас слышите? Я вас сейчас слышу, да. Кто такой банк и что такое? Я пришел к управляющему. Взрослый мужчина. Я говорю, давайте я сейчас позвоню. Вот это МБА финанс. Еще актив бизнес коллекшн. Еще кредит экспресс финанс. И все вы на меня нападаете зачем-то. Всем вы решили, что я должен в этот банк деньги. Вы ведь не надо... Хорошо, вы говорите, что вы не брали ни в одном банке. Да я живу в Селандии уже. Говорю, не буду, Дмитрий Евгеньевич. Мне все равно, где вы живете. Я уже в Селандии 12 лет живу. А вот там Петербург ходит, доблась и доблась. Что это адрес? Строения этого нет. Я когда переехал в Селандию, я там временно прописывался. Временно. Сейчас там нет строений. Там барак стоял. Временно прописывались? Там барак стоял. Когда приезжали временно? Временная прописка у вас была в Санкт-Петербурге. Четыре года назад я из города Владивосток переехал в Санкт-Петербург. Пожалуйста, не повышайте голос. Я пытаюсь с ситуацией разобраться, а не ругаться с вами. Вы мне объясните корректно. Вы же там... У вас в этом вылече кредита было 17-12-2014 года. Мне сказали четко и конкретно. Понимаете, мне если нужен кредит, я беру его здесь в Таиланде. Под 2% в годовых. Если мне надо. Пару раз брал. Вот. Понимаете, автокредит и дом себе покупал. Но это было... Сергей Евгеньевич, я не вижу ни одного раза, что вы нам отправили на электронную почту какие-то документы. Почему-то если они нам отправляли документы, то вы же что-то сказали, что вы нам отправляли, потому что у вас не имеется факт для закрытия лицевого счета. Да я никак не открывал этого счета, понимаете. И банк вам не спустят. Я никогда не являлся клиентом этого банка. Я у них даже в базах не читал. Что вы говорите? То, что вы слышите. И как так может быть, что 2-3 одновременно коллекторских агентства утверждают, что у них агентские договоры с банком? Вы мне можете объяснить? Кредит экспресс финанса, актив бизнес коллекшн и ваша вот эта МБА финанс. Так это может произойти? Не думаете ли вы, что у вас там ошибочка закралась какая-то? Почему вы так раздражены? Нет, мы не думаем, что ошибочка, потому что у меня информация от банка актуальная. Не надо так растягивать. Если у вас какие-то прецензии имеют... Я хочу так разговаривать, Дмитрий Евгений. Нет, ты должна разговаривать так, как тебе показывают инструкции. Это ваша защитная реакция такая. Это вас в Тайване так научили разговаривать? Слушай, в Таиланде вообще политика такая. Все, что не успел в этой жизни, успеешь следовать. На Сыне я с вами не переходил. Вы слышали меня? Я перешел со всеми вами давным-давно на Сыне, потому что вы бездельники, лобокрятцы и проходите. Ожидайте по адресу регистрации вашей дочери в инструкционную комиссию. Тогда посмотрим, Дмитрий Евгений. Дочь у меня в Лондоне. В Лондоне моя дочь учится. Ну тут остается делать выводы такие грустные, мне кажется. Видимо, раз так часто они вот этими инструкционными комиссиями пугают и так сильно верят в их могущество, вот этих выездных комиссий, то, видимо, действительно на кого-то это действует. Есть, наверное, у них люди, с кем они созваниваются и на которых действительно это очень сильно воздействие такое решающее производит. Когда вот едем, наругаем, и, наверное, пенсионеры неграмотные, какие-то бабушки отдают последнее. При том, при всем, даже, знаете, она даже не усомнилась в том, что, а вдруг действительно нету человека долга. Вот нет у него долга вот в этом банке. Что я наезжаю? Может быть, мне надо просто сбавить тон, извиниться и сказать, мы разберемся, перезвоним. Нет, нельзя. Сама суть, сущность коллекторских контор подразумевает напор наезды вот этих. И как только вы слышали, да, это у вас реакция защита. Они, бедненькие, глупенькие, не понимают, что они, в принципе, проецируют эти все фразы в отношении оппонента, да, в первую очередь на себя самих. То есть, вы слышали, да, голос собеседника, и она, как она начала заводиться, голос повышать, и все такое, и, конечно же, стоит защитная реакция. Ну, про себя и сказала, по большому счету. Слушаем дальше, по-моему, 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 я дальше скажу. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Могу я девушку Анастасию Евгеньевну по фамилии Ебанько или Ебонько услышать? Что-то такая фамилия. Может, я ошибаюсь, но смешная фамилия, действительно, не только что. С какой целью сейчас позвонили, представьте, пожалуйста. Потому что у нас разговор прервался. Кузнецов Дмитрий Евгеньевич, дата рождения 28-го, 22-го. Я никогда не брал ни в каком банке кредит. Я вам звоню из Таиланда, потому что я здесь живу уже 12 лет. Девушка по фамилии Ебанько, либо Ебонько, либо Ебонько, она вот... Во-первых, не знаю, на какой вам номер звонок поступал? Что значит на какой? Да, вы на все звоните. На русские номера мне звоните. Я вам сейчас представился. Я не хочу сейчас кому попало свои номера рассказывать. Я вам представился, вам этого недостаточно. На какой номер вам звонок поступал? Потому что я цифры свои... Я не хочу, чтобы мне потом в роуминге названивали. Вы мне звоните в роуминг. Понимаете? Это у меня телефон, только мой. Я покупал эту сим-карту только для тебя. Нигде я о ней никому не рассказывал. В банке открытое, и больше ни в каком у меня кредитах нет. Потому что я живу в Таиланде. У меня даро гражданство. И Пузнецов, я вас услышала. Нет, мне надо эту девочку. Я не хочу в чем-то вам рассказывать. Мне нужна ебонька. Ебонько, как ее фамилия, правильно? Вот вы... Это что за фамилия вообще? Ну, сейчас вы позвонили на платную выращивание. К сожалению, я вам ничем за помочь не могу. Всего доброго. Ну, давайте с вами. Ну, не может она. Не хочет, боится. Все что угодно. Быстренько слилась. Но я и тут позвонил. Позвонил еще разочек. Алло. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Я из компании МБА Финански. Слышите меня? Да, я слышу вас. Представьтесь, пожалуйста, специалист компании МБА Финански. Как вас зовут? А то трубку кладет... Шепелева Мария Николаевна. Разговор записывается. Отлично, хорошо. Пускай защитиваются. Шепелева. Шепелева, да? Хорошо. Трубку, пожалуйста, не кладите. Я сам вам перезваниваю, потому что я не получил окончательного ответа. Итак, меня зовут Кузнецов Дмитрий Евгеньевич. Дата рождения 28-1972 года. А, вот. Ваше многоуважаемое агентство утверждает, что я не умею общаться и не хочу говорить ни о чем. Причина. Слышите меня, да? Вы на связи? Да, да, слышу. Причина. Да. Я никогда нигде не брал кредит. Я живу в стране под названием Таиланд уже 12 лет. Вы утверждаете, что банк открытия со мне открыл лицевой счет и выдал денег. Я был в этом банке, ездил к своей дочери, потому что она из Лондона приезжала в отпуск. С бабушкой. Какая-то мадемуазель по фамилии Ебанько, либо Ебанько. Я не знаю, это вы сами выбираете фамилию, извините. Я прям цитирую. Она так и представилась. Ебанько. Ну, может, Ебанько. А вот. Анастасия какая-то утверждает, что к ней приедет по адресу какая-то выездная комиссия к моей дочери. Она живет в Оксфорде, в кампусе. Я просто должен где охрану выставить? И кому, на кого в прокуратуру жаловаться? Еще раз, смотри, я нигде не у кого никаких денег не брал. Я не помню, банки вам поступают. Прям не поступают. Вам банки поступают. Вы думаете, я сейчас за своего друга отвечаю? Или у вас там все это сам, у вас все под этой фамилией, вы там сестры? Вот фамилия говорящая у многих людей есть. Вот у вас там, наверное, всем. Ебанько младше, Ебанько старше, да? Причем это, знаете, такая унисех с фамилией. И мальчикам, и девочкам ее можно давать. Ебанько младше, Ебанько старше, Ебанько сквайр. Это ваш папа там, да, наверное? Вы что, дурели? Еще раз повторяю, никаких кредитов нигде никогда я не брал. Что вы молчите? Давайте там в своем репертуаре неконструктивный диалог. Ну, и дальше что? Ну, не брали. У вас, во-первых, нету даже дел в нашей компании, нет по вам. Я не пойму, откуда вы наш номер взяли? Кто вам звонит? Нет дел? Нет. То есть вы сейчас подтверждаете, что нет дел. А перед вами сейчас обца одна, по фамилии Ебанько, по-другому, она человеческому роду не принадлежит, подтверждает, что я 609 тысяч в каком-то там банке открытия брал. Я ездил в отпуск к дочери, туда. Ходил в банке открытия. А уточните, вам на какой номер? Ну, просто она даже не смогла собраться, сообразить, что же мне ответить-то. Просто была конкретная информация, по их выражению, конструктивно выложил все, что положено им знать. И она просто сидела и молчала. Я, судя по голосу, так понимаю, что это одна из тех, которая в предыдущей версии разговаривала со мной. Но здесь она просто заткнулась и молчала. И максимум, на что ей хватало, задать вот эти тупые вопросы. Ну, потом, друзья, у меня, конечно, банально кончились деньги на телефон. Не дешевое это удовольствие. Я уже подумал, что не буду больше на них тратиться. Переду сутку, чтобы мы еще с ними договорились. Вот. Ну, а так, в общем-то, такие вот... Простите за рисовочки, вашему вниманию. Пожалуйста, смотрите, комментарии пишите. Мы с вами был Кузнецов Дмитрий. Академия юридической грамотности, центр геологической защиты. Кому интересно, более серьезно со всем познакомиться, узнать, почему все-таки в коллекторских службах работают никчемные существа, почему их не нужно бояться. В описании видео пройдите, там все необходимые ссылки. В том числе ссылочка на наш бесплатный вебинар, который беспокоил пройдет в самое ближайшее время. В этом будет расписание, кликнув по этой ссылке. На вебинаре мы как раз-таки очень плотно коснемся коллекторов, банковской структуры, много-много всего. Также в описании видео есть ссылочка на нашу группу ВКонтакте. Ну, и ссылка на наш сайт. На нашем основном сайте вынуждено очень интересное, полезное видео. Прежде чем оставлять заявочку на юбидическую защиту, я настоятельно рекомендую посмотреть это видео. У многих снимется очень большое количество вопросов, когда вы посмотрите это видео. Это интересное и полезное. Ну, теперь все. Надеюсь, не в последний раз мы с вами встречаемся на моем канале. Подписывайтесь, ставьте на канал. Получайте удовольствие. До свидания.